всего лишь подопытный тех, что его создали. Он лишь возомнил себя им и взял на себя непосильную ношу. Если бы его метаморфозы продолжились, он бы предоставил нам немало хлопот. Один раз мы уже допустили подобную ошибку. Карлик покосился на лейбл. Да так, что были вынуждены мириться с ним, как с равным. Однажды человечество пострадает от им созданного. Я имею в виду роботов-учителей. Каждый мир создает что-то свое. И экспериментирует в себе подобным. Это мир в мире. Это отражение в отражении. Это бесконечность, в которой невозможно отыскать начало истинного создателя. Конца тоже не существует. Пределы и рамки относительные. Но атома нет. Словно, следовательно, души тоже. Для Земли его больше нет. Теперь он есть для нас. Там он предоставлял угрозы и болтал лишнее тем, которым пока еще рано было об этом знать. Не заметил, как оступился и спустился на самое дно. Это дно излучало свет. Это дно излучало излишне много света для того мира, что он считал домом. Но стало время вернуться к тем, что вырастили его, как маленького гомункула, и разрубили на части. Это и есть рай, оглядывается Светозар по сторонам? Нет, рай был в самом начале, тогда каждый из них еще создавался. Ада и рая не существует. Все находится внутри отдельного индивидуума, как положительное и отрицательное, как черное и белое. Одна я знаю точно. Олимполь, чистилище, это наша земля. Это ваша земля. Олимполь, чистилище, это наша земля. Олимполь, чистилище. Как мы...